В Петербурге менее 5% населения, то есть только каждый 20-й хотя бы раз в жизни пробовал заниматься бизнесом. В Америке предпринимательство пробует каждый четвертый. Я всегда работала по найму, а надо бы сделать первый шаг. Для многих это городской центр поддержки предпринимательства. Вот такая идея есть, делать авторские принты на одежде. Насколько это в принципе сложный бизнес, с чего начать. Начинающий предприниматель консультирует юрист по предварительной записи. Он поможет вам разобраться с порядком регистрации, с чего начать, чем закончить, что лучше открыть ТП или БО, либо зарегистрироваться как самозанятый. До консультации с юристом отправляюсь на шоколадную фабрику поговорить с успешным бизнесменом Андреем Шарковым. Эта линия для отливки мармелада стоила 2 миллиона рублей. Андрей придумал, как самому переделать ее под более дорогую для работы с шоколадом и сэкономить 4 миллиона. Хочешь жить, умей, крутиться. Этот цех был взят для нового оборудования, потому что мы расширяемся достаточно серьезно. Куплена новая техника, вот она здесь стоит, приехала из Китая. И вот она не работает сейчас, потому что она должна была настраиваться в этот момент, прямо в этот день, в эту минуту. Любой бизнес – это риск, который не пропишешь ни в одном бизнес-плане. Запуск новой линии затормозил коронавирус. В Петербург не смог приехать китайский наладчик. В итоге срывы контрактов, арендная плата впустую. В ремонт этого цеха Андрей и так вложил полтора миллиона рублей. Нужна инфраструктурная поддержка. Не надо денег. Деньги – это такая непозрачная история. А вот если дать реальным производителям площади, мощности, киловатты, коммуникации, подъездные пути – вот это будет мощнейшая поддержка. Буду жить теперь один, я как терминатор. За права малого и среднего бизнеса теперь будет бороться Сергей Шнуров. Неожиданная новость этой недели. Петербургский музыкант, который и сам стал бизнесменом от шоу-бизнеса, вступил в партию роста. На самом деле экономика растет из культуры. И об этом мы еще поспорим. Да ладно, ладно. По данным уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, за прошлый год в России зарегистрировано 317 тысяч экономических преступлений. Едва ли не вдвое больше, чем годом ранее. Настоящая экономическая оттепель еще не наступила. Такое ощущение возникло, что какое-то потепление идет в этом смысле. Прежде всего, это касается, конечно, судоприсяжных по экономическим преступлениям. Кроме этого, конечно же, это и следственные судьи. Очень важное, нужное решение. Сегодня огромная проблема в процессуальных решениях. Когда один и тот же судья принимает решение в 17-е, а у нас в практике есть, 17-е раз продлить меру пресечения арест, связанные с арестом предпринимателя, он уже не сможет по существу дела принять правильное решение. 14 марта 1921 года, дата рождения НЭПа и его заманчивого лозунга «Обогащайтесь». Новая экономическая модель, которая обернулась не успехом, а появлением практически ругательного слова «НЭПМАН». Спустя почти 30 лет после хрущевской оттепели 26 мая 1988 года был принят закон СССР о кооперации, который разрешил заниматься всем, что не запрещено, в том числе торговлей. Это оцифрованная копия газеты «Труд». Среда, 8 июня 1988 года, цена 4 копейки. И здесь, на первой странице одной из главных газет страны, был напечатан закон Союза Советских Социалистических Республик о кооперации в СССР. Но экономического чуда не произошло. Кооперативы не избавили страну от дефицита, а лишь привели к разгулу спекулярства. Ленинград в 1989 год. Солдаты у видеосалона. Именно этот бизнес расцвел после выхода нового закона. А теперь посмотрим, как работает видеосистема. Купив за 200 рублей видеомагнитофон, можно было заработать целое состояние на боевиках про каратэ или фильмах для взрослых, на которые втайне от родителей ходили все подростки. Ты великолепна. Я хочу все сделать, чтобы тебе было хорошо. Билет в видеосалон стоил рубль. В пять раз дороже, чем в кино. Вот такой бизнес по-советски. Об авторском праве в Советском Союзе никто не слышал. Зато сейчас регламент во всех сферах бизнеса настолько жесткий, что термин «регуляторная гильотина» уже хорошо известен каждому. Гуру петербургского кофейного бизнеса на протяжении 8 лет открывают одну кофейню за другой, привозят экзотические сорта, повышают кофейную культуру. Проверки и контроль их уже не пугают. Но для начинающих круги согласований становится препятствием. Для того, чтобы бизнес развивался, должно быть как? Да, ребята, открывайтесь. Вот там пять правил, четыре, десять. Но они вот понятные. Вы их соблюдайте, и все будет здорово. А в воздухе витает обратная история. То есть для того, чтобы вы открылись, если вы сделаете то-то, вас закроют. Если вы сделаете то-то, вас закроют. Даже те, кто хочет работать правильно, рискуют получить штраф или требование закрыть заведение. Только в прошлом году в Петербурге закрылось 400 ресторанов. В том числе из-за административного давления. В определенный момент пришли к тому, что нам в штате нужен юрист, потому что многие вещи, например, мы своим складом ума или взглядом на какие-то вещи не можем правильно расценить, потому что это стезя юристов. А согласитесь, многие не могут себе позволить держать в штате юриста или даже обращаться к юристу, потому что работа его достаточно дорогостоящая. А вот крупный бизнес ждет партнерства с государством. Особенно это касается медицины. Симбиоз очевиден. Очень многие клиники, сети крупные могут быть полноправными партнерами государства по оказанию услуг медицинских, по обязательному медицинскому страхованию. Мы могли бы быть большой поддержкой для государства. Разгрузить очереди в поликлиниках, разгрузить очереди в больницах. И территориально, может быть, кому-то было бы удобнее попасть к нам, но пока мы в этой программе не участвуем. К чему в итоге приведут те меры, которые готовит рабочая группа Государственного совета, сложно сказать. Но очевидно одно – вся мировая экономика держится именно на малом и среднем бизнесе, без которого не будет и самого среднего класса. Евгения Альцвельд, Пульск, города.